Школу в микрорайоне Волжский-3 намерена открыть раньше намеченного срока. Уже сейчас строительство объекта идет с опережением графика. Работу подрядчиков проинспектировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Буквально два месяца назад на площадке забивали сваи, а уже сейчас подрядчики завершают возведение колонн первого этажа. Открытие новой школы намечено в следующем году. Здесь возведут учебный корпус на 1100 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для учеников. Напомним, что школу в микрорайоне Волжский-3 возводят в рамках федеральной программы по инициативе президента страны Владимира Путина. Проект был поддержан главой республики Михаилом Игнатьевым. Только в этом году на его реализацию направят более 650 миллионов рублей. Сити-менеджер отмечает, что школа в Волжском-3 будет соответствовать современным образовательным стандартам. Сейчас рассматривается возможность объединения нового учебного заведения с гимназией номер 5. Здесь будут учиться дети с микрорайона Волжский-3, воздъезжающих. Домов северо-западного района. Ну и в целом будет возможность учиться детям со всего города по гуманитарному направлению, по техническому направлению, как мы и сегодня обсудили. Привели конкурс, выбрали руководителя образовательного учреждения. И действительно рассматриваем вопрос слияния гимназии 5 и школы Волжский-3. Мы видим в этом эффективность сокращения издержек. На объекте задействовано свыше 90 рабочих и десятки единиц спецтехники. Глава администрации считает, что одновременно со строительством должна быть решена и транспортная проблема. Сейчас на выезде из микрорайона возникают большие заторы. Когда родители начнут сюда приводить своих детей, ситуация обострится. В администрации столицы уже ищут пути решения этого вопроса. На примере детских садов, школы микрорайона Гладкова, мы видим, что родители даже с соседних домов идут не пешком с ребенком, а едут на автомобиле. Но опыт решения подобной проблемы мы уже имеем. На микрорайоне Гладкова вопрос разрешен. Так или иначе, сегодня нет жалоб, нет обращений.